здравствуйте дорогие друзья узнаете вот многие мудрецы говорят что если мы видели все в истинном свете мы бы говорили иначе например там что там дал кому-то таку как мне повезло что я нашел кому дать там сделку это доброе дело ой какое счастье что мне там это привалило такое мы видим это иначе иногда как обузу знаете есть такие вещи которые нам казалось бы понятны наша недельная главе заключается союз еще один союз между всевышним и новым поколением поколением которое уже наконец-то войдет после смерти маше землю обетованную и написано что в этот союз включает себя также все последующие поколения народов там сказано и вы стоите сегодня перед господом вашим вы как там сказано и те кого сейчас нет с нами то есть все вроде сказано понятно но есть вопросы которые я думаю что может есть ни у кого не возникало давайте вместе попробуем ответить каким образом одно поколение может обязать последующее поколение соблюдать какие-то принятые на себя обязательства или или еще что-то потому что есть согласно галахи в трактате и руин сказано нельзя правилась такой нельзя повесить на человека обязанности без его присутствия или долг там написано без его присутствия а ведь понятен союз нам крайне важно потому что в этом союзе всевышний обещал поддерживать нас в течение всей человеческой истории ничего себе за что мы боремся кстати когда очень многие люди говорят и ссылаются в качестве доказательства на известный мидраж что на горе и синае присутствовали вот не только поколение которое было но и души всех будущих поколений и те кто сейчас на земле но тут опять та же самая история это это были души тора обязывает человека соблюдать заповеди в материальном мире души же стоявшие там у синая были лишены тел и следовательно были свободны от соблюдения заповедей и не могли такие на себя принять почти тупик логически но конечно находится великий человек это дон абрабанель великий рада он говорит что надо использовать здесь просто здесь другое галактическое правило работает из трактата макот написано можно одарить человека без его присутствия то есть если тора и заповеди это тяжесть такая если это взята да и начинает возникать вопросы когда человек хоть каком-то мере понимает что это это подарок это слава богу вот и неужели мне такое меняется все и написано есть известное выражение что хотел бог одарить своих детей и дал много тора и заповедей то есть одари то есть заповедь это большое благо и потому наши предки заключая союз со всевышним в степях мало когда описывается в нашей недельной главе могли включить него все последующие поколения это такое объяснение но абрабанель еще один вопрос задает а зачем нужен второй союз был же союз при выходе на синая и вот он говорит поколение которое вышло из синая они заключили союз ради которого были освобождены и приняли на себя что бремя торы взамен позорного ярма рабство то есть они рабство поменяли стать рабами всевышнего однако такое обязательство она мы уже разбирали это не могли передать следующему поколению поскольку те уже не были в рабстве а мы говорили нельзя повесить на человека обязанность без его присутствия уже было что говорит абрабанель отсюда 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 надо понять одно что второй союз касался уже заключение конкретного владения землей она принадлежала всем тем кто согласился соблюдать вторую заповедь и только им это был огромный подарок настоящий вот именно как бы если первый союз был союз вот так условий каких-то то здесь союз земли и вот это вот предпринятая людьми но поменяла все но я думаю что еще сейчас можно ответить на все проблемы которые сегодня есть в израиле люди не принимающие тору не признающие заповеди сами себя как бы внутренне лишают права на землю израиля из-за того что мы рассказывали они не чувствуют глубинной связи поэтому испытывают комплекс вины там перед какими-то там одними там группами населения или нас или что начинают откупаться кусками территории которая казалось бы им кажется можно так делать но когда вот уже люди почувствуют себя частью вот этого союза неотрывного да то тогда совсем другое потому что иначе написано в конце времен и это хорошо тоже помнить перед роша шина если люди сами не придут ко всему этому то написано поставит бог над ними правителя хуже чем аман что уже казалось хуже хаман всех хотел уничтожить в один день вот об этом надо немножко задумываться у нас есть связь с землей мы участники союза или это нам только кажется браха ватслаха браха ватслаха